Приветствую вас. Читая ваш вопрос, читая ваш текст, я понял, что хотел бы задать вам несколько вопросов. Я понял, что, в общем-то, вы, причётом того, что вам 32 года, скорее всего, истолкуете мои слова немного неверно, и оттого мне на самом деле немножко грустно. Немного грустно, но, тем не менее, я постараюсь вам донести свою мысль со мной. Давайте скажу, что с коллегой Игорем я согласен в целом, и ни в какую политику вступать не буду. Но предстоит только о том, ваш клиент, что на это же время будет немного отличаться. И давайте мы с вами пойдём сразу по тексту. Здравствуйте, мне 32 года, не замужем. Обычно, человек, когда начинает рассказывать о себе, на первом месте он выводит именно то, что для него наиболее важно. И наиболее важно для него то, где сильнее и активнее всего идут процессы. И зачастую процессы идут именно фрустрационные. То есть человек не учитывает удовлетворённость. Поэтому когда вы говорите, что вы не замужем, 32 года, сразу становится понятно, что вы хотите замуж. Но к этому я ещё развернусь. Сейчас я встречаюсь с мужчиной пищевые. Два месяца. До этого вам не вышло, были отношения, но понялись, что нам не по пути. Вот получается у вас были отношения, правда сколько времени они были, вы не пишете. Значит, но понялись, что вам не по пути. Хотел бы сразу уточнить, кто понял, что вам не по пути вы или мужчина. Как вы это перенесили. Как вы восприняли данную ситуацию. Насколько изменились ваши представления о себе после этого. Как вы стали себя воспринимать и так далее. Не знаю, что делать пищевые, но мне очень хочется выйти замуж. Ну и вот здесь, собственно, мой самый главный вам вопрос. Зачем? Зачем вам выходить замуж? Понимаете ли вы, что нельзя хотеть замужницкого просто так. Разве как нельзя хотеть и ребёнка просто так. Вот далее вы пишите, что вы хотите малыша. Что вы смотрели видеоролики, где написано, как воспитывать ребёнка. Так вот. Вы говорите, я хочу малыша. Вопрос, зачем? Для чего вам малыш? Какую свою потребность через малыша вы хотите реализовать? Понимаете, нельзя хотеть ни ребёнка, нельзя хотеть ни замужницкого без наличия партнёра, в котором вы были бы уверены. С чем это связано? Дело в том, что подобные утверждения связаны не просто с тем, что вот это просто нельзя. Дело в другом. И ребёнок, и замужество, это ни в коем случае не что-то такое, что может, что должно давать вам какую-то обратную связь или удовлетворять какие-то ваши желания. Я хочу, чтобы вы постарались это для себя понять. Это очень важный момент. Когда вы хотите замуж, когда вы хотите ребёнка, вы волей-неволей создаёте образ. И замужество, образ и ребёнка. И по вашему мнению, и замужество, и ребёнок должны вам что-то давать. Что? Чуть в реализованности? Ощущение, что вы, например, не такая, как другие. Вы пишете, что у всех ваших знакомых и друг друг есть дети, а у вас этого до сих пор нет. Получается, что вас волнует социальный статус, вас волнует общественное мнение. И именно это самое общественное мнение отчасти толкает вас на то, чтобы выходить замуж и завести малыша. Но если вы ориентируетесь на общественное мнение и пытаетесь через замужество ребёнка занимать определённую позицию в обществе, то здесь нужно констатировать следующее. Что вам ни ребёнок, ни замужество не помогут выглядеть лучше в глазах общества. Почему? Потому что вы изначально не уверены в себе. Если вы изначально не уверены в себе, то все средства лишь только на какое-то время вас успокоят. Но, по большому счёту, они не дадут вас удовлетворение. Именно потому, что неудовлетворённость и неуверенность в себе кроются в вас. А ребёнок из замужества – это внешние средства. Ещё раз хотел бы вам сказать главное, что и замужество, и ребёнок – это естественная форма развития отношений с мужчиной. И до тех пор, пока у вас с этой естественной формой отношений с мужчиной не будет на таком уровне, что вы почувствуете готовность, например, завести ребёнка. А ведь ребёнок – это то, что является естественной формой, то, что является результатом отношений между двумя людьми. До тех пор ребёнка заводить вам не стоит. Далее. Зачем, вот вы пишите, что все подруги замызем и к деткам около года. И что? Ну вот, и что, что все подруги замызем, а их деткам около года? Почему это вас волнует? Почему вы придаёте этому такое значение? Почему вы считаете, что они счастливы в браке, счастливы с детьми и так далее? А зачем вы смотрите на этих людей? Для чего? У вас свой путь, у вас своя жизнь, у вас свои взгляды, у вас свои интересы, у вас свои личностные качества. В конце концов, вы другой человек, вы не должны быть похожи на своих подруг. Так почему вы ориентируетесь в успешности не на себя, а на других? С чем это связано? Подумайте, пожалуйста. В чем вы не уверены в себе, что пытаетесь это неуверенно скупировать за счёт внешних средств, одобряемых обществом, и позиционируемых обществом так, что вы, имея это, как бы, значит, ну, являетесь достойным членом этого общества. Понимаете ли вы, что таким образом вы не будете счастливы, а просто-напросто следовать, будете следовать некой моде и не более того, что, опять же, не принесет вам удовлетворение. Далее, значит, далее вы пишите про видео, что не так трудно вас пишут, как все говорят. Здесь тоже есть момент, что такое ощущение, что, с одной стороны, вы выходите у детей, с одной стороны, вы говорите, что ребёнок, вам нужно, с другой стороны, вы как-будто боитесь опасаться некой сложности, или люди говорят вам, что вот обязательно, обязательно вам нужно, например, быть замужем, чтобы нормально вас пилили от ребёнка. То есть, как будто вам внушили страх, внушили какую-то вот боязнь перед ребёнком. И здесь, опять же, я могу сделать вывод, что вы достаточно внушаемый человек, и это, к сожалению, опять же, проблема именно для вас. И внушаемость, опять же, купируется через работу с уверенностью в себе, через работу с вашими ценностями, с вашими ориентирами, которые, я же повторю, не могут быть связаны с ребёнком и замужем, потому что это форма отношений между людьми. Далее вы пишите следующее. Значит, не знаю, почему я так хочу детей. Нужно подумать. Если человек не знает, почему он чего-то хочет, значит, он подверган влечениям. Он подверган влечениям. Нельзя подвергать роднение ребёнка такому фактору, как влечение. Ребёнок — это осознанное желание у человека, это готовность дать родителям, но это готовность дать родителям только с учётом обустроенности его во всех остальных сферах, в частности, в личной сфере. И отсюда можно сказать вывод, что вы хотите подвергнуть себя женщиной, ведь с мужчинами у вас подвергнуть себя женщиной, как я понял, не получается. Кстати, по какой причине в 32 года вы до сих пор не замужем и с мужчиной никогда не жили, тоже нужно разбираться. Вполне вероятно, что у вас также имеется здесь фрустрация, которую вы и пытаетесь не особенно купировать через ребёнка, надеясь, что через него вы наконец-то почувствуете себя женщиной и вам будет легче. Действительно, ребёнок не достоин того, чтобы вы использовали его как средство. Далее, значит, выписанил очень грустно, почему и из-за чего вы не поясняете. Мужчина мой хочет, чтобы мы делали вместе у меня, а вы чего хотите. Сейчас, пишите вы, все должно решиться у него с работы. И что, как это вообще относится к тому, что он хочет жить вместе у вас, непонятно. Немного боюсь с ним жить. Боитесь чего? Так как ни с кем не жива и есть страхи. Страхи перед всем? Страхи чего? Какие страхи? Что вас напрягает? Что стоит за этими страхами? С этим тоже нужно разбираться. Дело в том, что никто никогда заранее не знает, как будут складываться отношения там с людьми. Это нормально. И надо сказать, что вы, ну, говорите в некоторой степени такую очень интересную вещь. Вы говорите, что я боюсь жить с людьми, потому что никогда не жила. А что? Разве кто-то когда-то жил с кем-то? Все бывают в первый раз, и это нормально. Но почему вы боитесь? Если вы любите человека, если вы хотите с ним быть, если вы хотите сделать его счастливым, то в чем проблема. И здесь мне бы хотелось как раз таки обратиться к словам моего коллег, которые сказали вам, что вы ничего не прояснили про чувства мужчины. Вполне возможно, вы потому и боитесь, что он вам, мужчина вам именно просто нужен. Для тому же, что для ребенка, но не для любви. И отсюда ваши сомнения, и отсюда, возможно, ваши страхи. Но в любом случае сомнениями нужно работать. А в самом деле это довольно серьезный фактор, и самое главное, он ограничивает вас в свободе в отношениях. Стоит ли так быстро жить пищевые? Ну, наверное, имеется в виду, стоит ли так быстро начинать жить? Опять, если вы его любите, если вы чувствуете, что это ваш человек, да. Если нет, то, соответственно, стоит у нас правда. Многие книги пишут, если жить, то мужчина никогда не женится. Знаете, в книгах далеко не все правда и нельзя жить по книгам. Нужно жить именно своими чувствами, нужно жить именно своими переживаниями. Нужно жить именно тем, что дорого, что ценно вам, а тем, что пишут книги. Это как бы получается, что вы живете не своим умом, а чужим. Это не является сколько-нибудь правильным и верным решением в вашей ситуации. Личная жизнь, она на то и личное, что каждый человек решает сам, что ему делать, как решать, какой выбор делать, какое решение принимать и так далее. А вы говорите про книги. Мужчины бывают разные, и кто-то может совместное проживание воспринимать как готовность к тому, чтобы жить вместе. А кто-то может встречи воспринимать как, ну то есть, раздельное проживание воспринимать как, например, ничего не значащие отношения, ни к чему не обязывающие отношения и тем самым тоже никогда на вас не лениться. То есть здесь не угадать. И поэтому я думаю, что ваше вот это вот метание, связанное с тем, что вы пытаетесь ориентироваться на опыт книг, это не более чем попытка снять в себе ответственность за свое решение и по сути дела поток, а не с драком. То есть вместо того, чтобы работать со своими драками и учиться с ними понимать, что за ними стоит, вместо того, чтобы, возможно, более и средне выстраивали отношения с мужчинами, и вы предпочитаете ориентироваться на книгу. То есть вы хотите сделать все так, ну как будто вы сделали все так, как нужно, опять же, по некой модели. Знаете, вы сами в свои отношения ничего не приносите, все вы берете из мне. Это нет, хорошо. А что вы? Какая вы? Какую ценность вы несете мужчине? Что он получит от проживания с вами, от замужества с вами? Вот в чем вопрос. Далее, значит, что делать, не знаю. Ему 29, мне кажется, что вы чтобы за него замызли. Зачем? Почему? Для чего? Чем вы руководствуете? Если это отношения по любви, то это одна модель поведения. Если отношения по расчету, то совершенно другая. Модель отношений по любви, это, безусловно, желание делать для человека все это в ваших силах. Модель поведения, значит, связанная с расчетом, это уровень полезности человека. То есть вы должны быть для него полезны. А каких отношений хотите вы? Это вот тоже очень важный вопрос. Далее, значит, вы пишете, что, понимаете, так быстро никто не женится. Опять же, опять же, зачем вам так быстро женится? Куда вы торопитесь? Зачем вам так быстро выходить за мной? Как вы хотите, чтобы это было? Мужчина, понятное дело, хотел бы предложить вам свою руку и сердце. Так дайте ему инициативу. Дайте себе установку и ему скажите, что, например, мы с тобой пожимем полгода, а потом я хотел бы, например, удоконить наши отношения. Исследовать этой позиции и все. Далее, значит, так. Ребенку я готова, а к свидетельству нет. Благодарю за любой совет, спасибо. Ну, в общем, ребенку вы готовы, а к свидетельству нет. Потому что ребенку вы будете воспитывать сами, и вы знаете, что, наверное, никакой ответственности за человека нести вы не будете. А свидетельству это все-таки некая активность для вас, которой вы не уверены в себе. И все равно вы не готовы к свидетельству. А к свидетельству, видимо, готовы. Я полагаю, что нужно понять, что вы боитесь, чем вы не уверены в себе, что вы не принимаете в себе. А также я полагаю, что нужно проработать вообще вашу систему ценностей и ориентацию именно социальную. Потому что, если вы будете в личной жизни ориентироваться на социальные нормы, общественные нормы, то ничего хорошего из ваших отношений не получится. Выйдете замуж за того, кто показался наиболее удобным и, по сути дела, жизнь проживете в несчастье. Поэтому, не думаю, что будет хорошо для вас и для вашего ребенка. Вам нужно работать с психологом для выявления ваших страхов. Кстати, комплексом ни одного вы своего не назвали. Но комплекс – это неверное представление о себе, и комплекс – это, по сути дела, непринятие себя, закрепленное при этом, опять же, тем самым общественным мнением, на которое вы пока что уравняетесь больше, чем нужно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...